Спасибо, Денис. Это отражение. Продолжаем. Нарассчитывать оплату переработок с учетом стимулирующих выплат предложили обязать в Минтруде. Данные поправки помогут исключить ситуации, когда сверхурочная работа оплачивалась меньше, чем работа по графику. Напомним, что сейчас сверхурочная работа в первые два часа оплачивается не менее, чем в полуторном размере, а за все следующие часы сотруднику должны платить не менее, чем в двойном размере или предоставлять дополнительное время для отдыха. Но вот на практике дело обстоит иначе. Многие работодатели начисляют выплаты только по тарифной ставке. И таким образом отработанные внеурочные часы оплачиваются в заниженном объеме, хотя по трудовому кодексу должны компенсироваться в повышенном размере. По данным интернет-рекрутера, каждый второй россиянин систематически перерабатывает и тратит на это на 31% больше нормы рабочего времени в месяц. В тройке лидеров-трудоголиков, маркетологи, врачи и педагоги. Ну и наши корреспонденты провели небольшой вопрос, как часто вы перерабатываете и кто вам это компенсирует? Давайте посмотрим, что отвечали наши зрители. В последнее время работаю на новоработе. Слава богу, переработок нет. На предыдущие были довольно-таки часто. Отношусь резко отрицательно. Все это должно оплачиваться не в том размере, в котором у нас, к сожалению, зачастую это оплачивается. Любые переработки, они должны быть в согласии работник. Опять же, в пределах трудового законодательства. Ну вот вы лично как? Перерабатываете? Ну, в настоящий момент нет. С предыдущей работы я ушел именно по этой причине. Как часто вы перерабатываете? Постоянно. У меня зарплата зависит от процента, поэтому я выбираю просто большую зарплату. Бывает такое, что я задерживаюсь на работе больше, чем 6 часов. Иногда нужно задержаться просто на работе. Бывает такое. Ну, а в основном, конечно, есть определенный регламент. За этот регламент я получаю зарплату. Так почему я должен работать больше? Как он компенсирует вам переработку? Ну, я хожу в отгуры просто. Наши работодатели компенсируют x2 ставкой. Какого-то принуждения в этом плане нет. Но все-таки они говорят, что, пожалуйста, соглашайтесь, потому что планы есть, работать надо. И если вы отказываетесь, то мы просто найдем вам замену. Это печально. На самом деле, мои сотрудники, я как работодатель, компенсирую им их переработки дополнительным заработком. То есть, если они сами хотят выйти, дополнительно поработать лишний день во время их выходных, я им делаю такую же ставку. Иногда даже чуть больше. Обсудим это прямо сейчас с Юрием Савеловым, членом Президиума Объединения предпринимателей «Опор России». Юрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Посмотрели стриток и поняли, что люди у нас, в принципе, зависимые. Деваться некуда. То есть, если ты хочешь работать, ты зависим от своего работодателя? Да, конечно. Всегда. Зависит от своего работодателя. А как же он же не может не зависеть? Вопрос интересный. Видите, вот провели несколько интервью, до 5 или 6 перерабатывают, но и при этом работодатель доплачивает в дайном размере. В принципе, в трудогом кодексе уже есть статья 90, по-моему. Вот как вы назвали, первые два часа. Это и дело, что все прописано. Да, конечно. И работодатель платит. А как по-другому? Человек, если не платит, просто откажется от работы. Там ситуация немножко другая. Дело в том, что уже более-менее сформировались отношения работодателя и сотрудника по поводу переработки. Ведь есть несколько, много вариантов. Ну, допустим, если у вас там в договоре прописано, что там во вторник и четверг вы будете работать не по 8 часов, а по 10, да, сверхурочные. Ну, вы его подписываете, значит, вы идете на работу, значит, вы с этим согласны. Если подписаны. Если подписываетесь, конечно, об этом идет разговор. Если вы не подписаны, вас никто не заставит перерабатывать в эти дни. Второй вопрос. Нет, подожди. Такой пример, допустим, там, ну, я не знаю, линия по производству, которую нельзя остановить, сборочная какая-нибудь. Да, вот ваш сменщик не вышел, вы стоите на линии. Если вы отойдете, то линия вся встанет. Здесь нужно видеть тоже какие-то нюансы, тоже какие-то предварительные договоренности. Вы прекрасно понимаете, вам заплатят. Вот. Но вы должны дождаться, когда придет там кто-то, кто вас сменит. Ведь они о чем сейчас говорят, о новом положении, о том, что работники получают по окладу. Работодатель не считает ни премии, ни прогрессивка, ни еще дополнительные какие-то выплаты. Да, никаких сегодняшних. Да, конечно. А ведь очень много до сегодняшнего дня, если вот отклад 40 тысяч, то премии может быть еще 20-30. Ну, в среднем, я имею в виду, за месяц, да, вот так вот разбито. А вам выплачивают, смотря на оклад, из оклада, да, из 40 тысяч, не из 60-70, как вы получаете в месяц, а из 40. Вот об этом идет разговор. Об этом они хотят, законодатели, урегулировать этот вопрос. Ну, я считаю, что он вполне достойный и совершенно правильный. А вообще, кто сейчас регулирует эту сферу? То есть, мы уже проговорили, да, в Трудовом кодексе все написано, все есть, и тем не менее. Регулируются мне отношения работодателя и работника. Вы понимаете, ситуации очень много, и на разных производствах, если вот работает отдел, и нужно что-то срочно сделать, да, приходит начальник, говорит, ребят, надо сегодня поработать. Кстати, я приведу пример, допустим, вот субботы проще у нас. У нас в офисе выходит 10-12 человек каждую субботу, работают до 16, до 4. Но им идет день или к отпуску, в общем, они могут взять этот день в любое время. И за последние 10 лет люди уже так к этому привыкли, что, ну, летом тяжело, конечно, а тяжелее, а вот осенью, зимой они с большим удовольствием и две субботы могут отработать в месяц, я имею в виду. И потом, в любое время, когда это нужно, они заняты в отдел кадров начальнику, что этот день, который у них есть, они отгуливают. Ну, если я правильно понимаю, то все это оптимистичный вариант сценария, когда есть договоренности с работодателем. А часто бывает так, что ты понимаешь, что нельзя не остаться. То есть ты как бы и хочешь уйти, но понимаешь, что работодатель найдет вместо тебя работодатель. Вы очень хорошую, да, тему. И вдруг, допустим, отдел, остаются 4 человека, работают 2-3 часа, выполняют какую-то работу, один из них говорит, я не останусь. Не останусь, прекрасно, значит, они бы выполняли 3-4 часа, а этого человека нет, они ее 5 часов будут выполнять. И как он потом придет в этот коллектив, как они на него будут смотреть. Таких примеров очень много. С врачами был пример, там, с ковидом, я помню, тоже. Два врача отказались, все остальные вышли, работали. Они потом пришли к руководству, сказали, мы с этими людьми работать дальше не будем. Видите, как из одних примеров, да, вроде не пришли, трое пришли, один не пришел. Как с ним работать? И руководство, работодатель, начальник отдела тоже смотрит на эту вещь, что на этого человека положиться нельзя. Понимаете? И у него так пунктик небольшой в голове, он понимает, с ним, наверное, придется расстаться. Тут еще немножко другая. Насколько вот он не вышел сверхурочно, да, не стал делать, но насколько он больше делает в те часы, которые он работает, там, с 9 до 6. Если он работает, приносит очень много пользы для компании, то, конечно, много ему прощается. Юрий Михайлович, давайте сейчас подключим Алексея Мазырова, он эксперт в области управления персоналом. Алексей Михайлович, вы нас слышите? Да, слышно. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами. Ну вот мы-то сейчас вроде обсуждаем, и все так вроде неплохо. И особенно ужесточать и обязывать никого Минтруд не должен, потому что как-то договорные отношения у всех присутствуют. А на самом деле, вот как вам кажется, что действительно изменится после вот этих вот поправок от Минтруда? Вы знаете, много не изменится на самом деле, потому что в принципе мы и так работаем на условиях договоренности, как правильно сказал коллега, но такие ужесточения, они всегда идут на пользу. В любом случае они идут на пользу. То есть меньше, есть такие работодатели, которые оплачивают, исходя из заклада, и, соответственно, стараются заплатить двойные поменьше. Есть такие. Но у них люди, во-первых, не держатся, во-вторых, сейчас это будет невозможно. На самом деле, ведь выход за двойную, или там сверхпрочные работы, это всегда договоренности. Это в принципе зачастую, в первую очередь, выступает работодатель с просьбой. Он обращается к работникам с просьбой, останьтесь после работы или выйдете. Как вот в случае с конвейером, сказал Юрий, да, так и в массе других случаев, там, выходные дни. То есть навстречу идет в первую очередь работодатель, он просит людей выйти. И тут уже как договоришься. Но ведь иногда бывает ситуация, например, ты отвечаешь за какой-то определенный блок работы. У тебя рабочий день вот закончился, но ты понимаешь, что ты этот блок сделать не успел. И ты по логике должен прийти завтра. Но ты понимаешь, что ты не доделаешь. У начальства будут вопросы, и ты остаешься в свое внеурочное время. Это другое. Когда человек остается сам, это его личное решение, да, и он просто доделывает то, что он не делал. То есть это не считается как внеурочное? Это не считается сверхурочным. Сверхурочное – это когда работодатель привлекает работника к дополнительному рабочему времени. У нас есть звонок? То есть вот здесь. Давайте послушаем. Татьяна к нам дозвонилась из Москвы. Татьяна, здравствуйте, рассказывайте. Здравствуйте. В прошлом году у меня были сверхурочные работы практически постоянно в течение месяца. В последний рабочий день я должна была уйти с работы в 16.45. Вместо этого я ушла в 20.00. В трудовом договоре у меня нигде не прописано. То, что я должна, ну, то есть, понимаете, оставаться. Дело в том, что я написала в трудовую инспекцию по Московской области 10 августа 2022 года. До сегодняшнего дня никакие переработки не оплатили. Вот, но у меня есть зафиксированная запись в Телеграме. То, что я ушла почти в 8.00. Вот, значит, вот, какие мои действия. Обратиться в суд или еще куда-то. У вас государственная организация? Почему сразу не ушли в 16.45? Почему вы остались? Почему сразу не ушли в 16.45? Что вас задержало? Потому что исполняющий директор, вот, исполняющий директор, тогда директора основного сняли. Там пришла проверка из УБЭП. Это организация ГКО в Решет-Дзержинской Московской области. Вот, они, как бы, нас, не только меня заставляли сотрудников. Ну, это значит, ваш же не руководство, значит, оставил, а проверка вот эта, что ли? Вот здесь, в каждой ситуации просто нужно разбираться более-менее. Нет, заместитель директора, потому что основной директор был уже уволен. Вот, и у нас была исполняющая директора. Татьяна, а это было систематически, вот такие вот задержки на работе? Или это была разовая история? Были в течение двух месяцев, вы знаете, систематически. Но вот последнее у меня есть две записи, где я записала в программе Телеграм. С этим я обратилась в трудовой инспектор по Московской области. Проверку они осуществить не могут. Вот, мне звонили из колонны, почему-то хотя я просилась в инспекцию по Московской области, на улицу Домодельская, дом 24. Вот, и вот такая ситуация, до сих пор, вы знаете, будет на днях, 50 августа, а год, так вот это все тянется, и до сих пор мне ничего не будет. Спасибо, Татьяна, мы поняли. Даже данная организация со мной не связалась. Какие мои действия, сутки или куда-то обратиться в человека закон? Да, спасибо большое, Татьяна, мы поняли. Вот, например, человек действительно столкнулся с нарушением своих прав, и он остался на работе дольше, чем положено, у него есть зафиксированное время. А вот зафиксированное время. Трудовая инспекция, понимаете, она не может просто на основании вашего заявления наказать работодателя. Ей, вашего заявления, ей нужно основание, ей нужно доказательство. Как в суде, как в любом месте, почему должны работать датели. А может быть, сотрудник обманывает. И это не исключение, просто написалось, он так считает. Нужно основание. Я не думаю, что и трудовая инспекция к нам сколько раз приходила, затребовала определенной бумаги, проверяла это все. Даже, по-моему, были штрафы, я не помню, год или полтора назад. Вы знаете, я хочу, вот девушка позвонила, сказала, а ведь теперь у нее могут быть проблемы, то, что она написала в трудовую инспекцию. Почему? Она же отстаивает свои права. Прекрасно. Вот так у нас устроен мир. Она теперь попадет в черный список работодателей. Ну, на самом деле, я с вами не совсем спрашиваюсь. Мне кажется, что отстаивать свои права, конечно, не нужно. И вопрос в том, что в черный список она там попадет, не попадет, ничего страшного в этом нет. Какой такой черный список, какой-то там одной компании. Вы знаете, когда... Ни одной компании, ни одной компании. Алексей, я с вами поспорлю, когда вы устраиваетесь на работу, обязательно отдел кадров проверяет вашу предыдущую работу, звонит и спрашивает. Вот оттуда раздается звонок. Этого человека, ну, вернее, когда туда мы звоним, нам говорят, этого человека не бережите, он по такой-то мелкой причине, незначительной, написал трудовую инспекцию, и у нас были проблемы. Наши действия, принимать этого человека на работу или нет? Наши действия отдела кадров, принимать или нет? Смотря, смотря, какую позицию эта девушка занимает, да, то есть, условно говоря, по рядовым позициям никто звонить особо не будет. И это не вселенская проблема, я это имел в виду. У нас на сегодняшний день каждого человека, кого-то более проверяют, его предыдущая работа, его профессиональный опыт, если у него нету письма. Вот. И, ну, не до грузчика, конечно, хотя до водителя, водителя проверяют любого, да, как он работал там. Конструктивный, да. А суть проблемы. Суть проблемы в том, что она, у нее, понимаете, как на работу сверхурочной нужен приказ генерального директора. То есть, должны быть кадровые документы. Если этих приказов не было, значит, она оставалась по собственному желанию. И трудовая инспекция, мало что может сделать. Вот утверждение, что там она ушла с работы поздно, да, является каким-то фактором, но не ключевым. Алексей, ну что делать тогда Татьяне, да? Вот что ей делать по шагам? Как вам сказать? Что вы там делали, там, соответственно, на работе? Есть что делать? Ей, если она прям хочет действительно судиться, но ей нужны документы определенные. Или свидетели. Ей нужно подготавливать доказательную базу и подолбать в суд. Это вот ее единственный... У нас все через суды решается. Конечно, решается. Трудовая инспекция не может просто так оштрафовать. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Алексей Мазаров с нами был на прямой связи, эксперт в области управления персоналом. Ну вот, Алексей Михайлович считает, что мало что изменится. Ну, видимо, потому что... Ну, уже отношения между работодателем и работником сложились. Я имею в виду по поводу переработки времени. По-разному. Я вам сказал про субботу. Есть рабочие дни. Вот единственный закон, он сейчас работодателю позволяет платить только оклад. А сейчас, если примут этот закон, работодатель будет учистывать. Ну, грубо говоря, не 5, там не 4 тысячи в день вы будете получать, да? А по окладу, если вам с переработкой там, а 5. Это уже определенный стимул, определенные доплаты. В этом есть, в этом есть правда этого закона и необходимость этого закона. Ведь проблем очень много в трудовом законодательстве, понимаете? Кто-то кому-то недоплачивает, кто-то переплачивает. Работодатель хочет сэкономить на работниках, да? Работник говорит, что мне недоплачивают, мне недоплачивают. Вот. Проблем хватает. Ну, вот звонок Татьяны вызвал, кстати, ваш отклик. Справедливых и принципиальных работодателей не любят. Нужны рабы, да? Ну, вот. Ну, это, понимаете, звонок. Терезрители, вот скажите, пожалуйста, если кто-то напишите, если вы перерабатывали там, действительно, вас заставляли, вот, вам недоплачивали или не давали потом отгулы. В чем происходит? Вот вы столкнулись с этой ситуацией. У вас две вещи, к сожалению, на сегодняшний день. Как это регулировать, я не знаю. Вы считаете, что вас заставляют перерабатывать, да? Вы считаете, что вас заставляют выходить в субботу и не дают за это отгулы. Ваши действия? Ну, какие ваши действия? Написать трудовую инспекцию, я сказал, последствия будут не очень ординарные. Вам придется увлекаться с этой работы. Ну, а что, получается, идти на поводу у работодателя? Нет, ну почему у поводу у работодателя? Работодатель тоже ввечет огромную ответственность. Работодатель должен оплатить вам заработную плату, понимаете? Вот если что-то случится, он вам не заплатит. Где он возьмет деньги? Я имею в виду бизнес, я же бизнес сейчас представляю. Где он возьмет деньги, если бизнес ничего не заработает? Теперь вы попросили звонить? Вот нам звонят. Да, пожалуйста. Наши зрители, давайте послушаем звонок. Николай из Тюмени к нам дозвонился. Николай, здравствуйте. Рассказывайте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня ситуация следующая. Дочь закончила университет, она является доктором, молодым специалистом. Она проработала 6 месяцев в трудовом договоре, рабочий день 6 часов. В связи с отсутствием докторов, ей постоянно по 14, по 13 часов заставляют работать. Ничем это не оформляется, переработка не платится. Она обратилась к главному врачу, главный врач сказал, что не хватает, молодой специалист, работай. Она обратилась в департамент здравоохранения. Ей там посочувствовали, сказали, да, действительно, нужен приказ, ты права, все мы посодействуем. На следующий день ее вызвали на комиссию, она мне звонит, зареванная. Ее там, значит, ты молодая пришла, ты работать хочешь или что. Короче, ее выдавили с работы. Вот несоответствие наших законов и фактическое, как бы, понимаете, вопрос в чем. Да, Николай, спасибо большое. Да, и таких примеров. Хороший пример, я бы, в каком плане хорошего. Действительно, вот, жизненный пример. А я только не уточнил, не успел, это была клиника частная или государственная. Вот могла бы государственная, если государственная, да, в принципе, если была бы государственной, тут, конечно, проще. Тут можно, как это выразится, отстаивать свои права. Ну, государство, гостиница, не своего кармана платит главврач, я это хочу сказать, да. И здесь можно, как бы, отстаивать свои права. Ну, действительно, 6 часов в трудовом договоре, я работаю по 12. Ну, какой-то уже перебор. Почему не отреагировала Минздрав, я областной так понимаю, да, почему не отреагировала? Хотя он тоже должен участвовать в регулировании отношений работника, работодателя. Обязательно, особенно в Минздраве, я имею в виду, в больнице. Почему он здесь сказал, пообещали, ничего не сделать? Вот у нас в чем проблема в стране. Вы, кстати, коснулись важной темы, государственная организация или частник. Понятно, что, наверное, частному бизнесу... А я вам ответил на этот вопрос, просто частный бизнес платит свои деньги, здесь они платят государственное. Ведь, поймите, в частном секторе каждый человек на учете, тем более, это малый и средний бизнес, микробизнес, да. Вы не можете в отделе держать 6 человек, если в отделе может справиться 4. А в государственных учреждениях постоянно идет увеличение штата, постоянно, хотя они там с этим борются. Уже про это написано сотни диссертаций, как удержать нерасширение администрации. Понимаете, административность растет постоянно, каждый год на 10%, потом их сокращают, потом они еще больше начинают расти. Вот чем отличается государство от частных. А частность следит за каждым человеком. Ну, чем меньше компаний, тем прозрачнее. Чем больше компаний, там сложнее. Но все равно, фотографии рабочего дня, чем человек занимает, сколько отделов выполняет работы, сколько нужно человек в этом отделе. Да, понимаете, все это с государством здесь, конечно. Вот смотрите, зачем платить больше, если так работают, пишете вы. В СССР все было четко, а сейчас работодатели что хотят, то и делают. Может быть, что-то изменилось, но 5 лет назад каждый день перерабатывали за просто так в организации СБЕР. Ох, даже СБЕР, такая огромная, финансовая, с такими возможностями, то люди жалуются, что перерабатывали, им не доплачивали. Кстати, на этих вот, на этих таких больших организациях, как СБЕР, допустим, банки или предприятия большие, вот как раз у них можно, вот этот регламент, должны быть профсоюзы, да, которые должны бороться за сокрудников. Ну, это, скажем так, организация от трех тысяч и больше, вот с них надо начинать, вот там надо приводить законодательство в нормальную форму. Где человек вышел, на полчаса его задержали, все, он за это должен получить деньги. Но, если он опоздал на полчаса, с него должны деньги снять. А должно быть зеркально, обоюдно. Вот это работает, это работает в Америке, это вот в Европе такие вещи. Но, наверное, сильно ищут профсоюзы, которые, если что-то давят, где надо. Конечно, да, потому что они защищают ваши правила. И тогда уже, тогда уже не будет никакого черного списка, ничего. Вы задержались на два часа, вам заплатили. Вы опоздали на работу на час, извините, вас удержали. Иль Михайлович, если коротко, изменится что-то после этих поправок? Думаю, что нет. Изменится только то, что будем платить по закону, а мы будем его исполнять, ну, чтобы больше понимать. Не только от оклада, а то есть есть суммы, которые человек получает в течение года. Просто будет получать больше. Ну, и, соответственно, оформлять правильные отношения с своим работодателем, прописывать все свои должностные обязанности. Пытаться, по крайней мере, когда вы идете на работу. Если вам что-то запрещают делать, ну, попробуйте настоять над этим. Попробуйте, Катя, я вот хочу, чтобы был этот пункт. Хороший совет, сразу спрашивайте про переработки. Прямо сразу, прям сразу бегом. Мне кажется, я сюда буду проводить. Иль Михайлович, спасибо. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Юрий Савелов, член Президиума Объединения Предпринимателей Опора России, был у нас в студии. Друзья, скоро продолжим.